Доброе утро! Вот что мне понравилось, это уже не первое поле, видно или нет. Сами по себе растут подсолнухи, а сдалека выглядит вообще красиво. Здесь уже кукуруза пошла. Я сдалека не могла понять, что это за цветы, а приближаю, вижу, что это подсолнухи. Красиво, желтенькие, желтенькие, сами по себе среди поля растут. Мне здесь так сделано красиво на длительном расстоянии. Вот какой-то такой забор ограждения серо-красного цвета. Сейчас посмотрим, что там дальше будет. И цвет речки, кстати, тоже отличается. Реки чистые, большие, а оттенок воды, мне кажется, более зеленый какой-то. Много тополей, много мостов. Вот мы уже на большое расстояние проехали много мостов таких. Вот мы мимо проезжаем, и здесь, смотрите, сколько жигулей и одна хорошая машина. Это вот опять жигули, жигули, жигули. Прямо здесь, наверное, самая такая ходовая, потому что прочная, вероятнее всего. И дешевая в обслуживании, и дешевая в ремонте дальше. Вот вижу, наверное, Рено, жигули, что-то там еще. Но, в общем, большинство автомобилей, вон вижу Солярис стоит, большинство автомобилей недорогих. Скорее всего, в больших городах такого контраста не будет. Наоборот, будет Москва, Питер, хорошо развитые и красивые города. Но именно деревни, я вижу, что, по моим наблюдениям, люди, наверное, живут немножко хуже. А здесь мы проезжаем виноградники, впервые вижу. Интересно, наверное, потом вино делают соки из этого. Вот еще виноградники, не знаю, как видно, потому что очень быстро поезд едет, замедлить видео я не могу. Красиво, прям целые поля с виноградом, класс. И все молодые, видно, невысокие. Вот они уже в сторону уходят. А еще поля с подсолнухами тоже впервые вижу, потому что у нас подсолнухи не выращивают. Тоже красиво, целые поля с подсолнухами. И здесь как-то кладбища отличаются. Они здесь прям как-то близко, не так огорожены, прям в общем доступе. Там вот рядом дороги были, смотрела уже, сколько раз проезжаем. Люди ходят неподалеку, как-то нет такого ограждения, отделения, жилой зоны от кладбища. И много еще каких-то, то ли меловые карьеры, то ли какие-то, ну что-что-то вот похожее на меловые карьеры. Здесь опять подсолнухи. И очень-очень много камышей, вот мимо проезжаешь. Прям много-много, даже рядом вроде речки нет, но все равно много-много камышей. Сейчас проедем. А здесь опять подсолнухи поля с подсолнухами. И, кстати, огромные-огромные пробки. Проезжает впереди какой-то водоем, вижу. И проезжает поезд. И смотрите, какая-какая огромная-огромная пробка вперед. Вот много-много машин стоит в очереди, пропуская этот поезд. И не факт, что успеет проехать, пока проедет этот поезд. Потом будет следующий озеро. Озеро огромное, но очень большое. Это где-то уже недалеко от моря, недалеко нам до Анапы. И рядом находится Суворова, Черкесский. Вроде бы так. И Витя делала рядышком. Не знаю, что из этого названия озера. Здесь эта вода будто сливается уже с неба. Опять спал я с подсолнухами. Вчера вечером мы останавливались. Примерно в 8 с чем-то продавали какую-то продукцию донскую. Значит, недалеко был Ростов-на-Дону. И меня удивило, что в 8 с чем-то вечера было уже достаточно темно. Потому что в Беларуси летом в 11 иногда даже светло. А зимой, то есть у нас каждый день по одной минуте. То добавляется, то отнимается закат и рассвет. И зимой у нас в 5 вечера темно. А летом иногда дети на улицах до 10, до 11 гуляют. Потому что на улице светло, еще не темно. А здесь вот вроде еще конец, середина августа. У нас там в 10 светло. А сюда приезжаем, здесь 9 и нет. И уже темно. У нас только вот по расстоянию отличаются закаты и рассветы. Красивые дома, многоэтажки впереди. А здесь, как я понимаю, строят частный сектор. Я надеюсь, вам такие видео интересны. Мне потом будет само интересно пересматривать. Здесь уже тоже. Но это не совсем дома. Или дома. Какие-то строения. Уже вот-вот подъезжаем. Время у нас уже 11.18. В 11.30 прибытия. Мы уже где-то под Анапой. Мусор валяется. Огромная куча. Прям просто выбрасывает. И здесь красивое строение. Есть такими... Опять мусор. Есть такими поселками. Прям видно, что дорогие дома частные. И машина. Какая машина? Не видно. Вам может холодно надо? Приезжаем к Анапе. Впереди железнодорожный переезд. Пробка тянется вот-вот-вот. Блин, не могу показать. Вот прям туда закругляется. И идет, 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 идет. Вот смотрите, сколько машин с двух сторон пропускают поезд. Конечно, пробки в Краснодарском крае не всегда были. Потому что особенно в Краснодаре нет метро из-за подземных вод. Хотя здесь мы, я думала, поезд пропускают. Нет, даже не поезд. Просто это обычная пробка. Не пропускаю поезд. Просто светофор. И много-много панушей вокруг. Нас уже встретили. Идем. Все загорелые. Включается. И достаточно душно. Прямо жарко. Но у меня еще легкое волнение было за полчаса. Подожделечка. За полчаса до того, как мы вышли. Поэтому мне нужно успокоиться. И потом у меня будут какие-то более четкие впечатления. Сейчас пока идем. Очень много встречающих. Прямо с табличками. Указан там торговый дом. Этот самый, гостевой дом такой-то. Фамилии там стоят распечатаны на листочках. В нашем вагоне. Вот мы как сели в Беларуси. Кто-то из Минска. Кто-то в Гомеле. В основном подсаживалось. Ну, человека два, наверное, к нам только подсело за всю дорогу. За двое суток пути. И идем от поезда к Перрону. Здесь сразу Дельфинарии. И туда уже идет город. Все, мы спускаемся. Выходим. Дельфинарии. Это вокзал. Огромный поток людей просто. В сравнении для меня это прям очень много. И очень-очень много таксистов. Сразу предлагают все свои услуги. Там Феодосия на Крым. Там еще какие-то там называют. Куда можно доехать. Куда довезут. Какой автобус, маршрутка. Вот. Дорожный вокзал. Ой-ой-ой. Врезалась. Железнодорожный вокзал. Так. Все для вас. Таксисты. Здесь уже, конечно, чем в деревнях, мимо которых мы проезжали. Здесь более-таки современные. А здесь, как я поняла, поля с арбузами или с дынями. Что-то такое вроде дыни. Ничего себе, как интересно. И очень много. Называется ярмар. Я сейчас подобавлю пару фотографий. Много ярмара. Прямо стоит возле дороги. Очень много продают арбузов, дыней, фруктов. Арбузы здесь 10 рублей за килограмм. Это получается на 100 рублей можно купить 10-килограммовый арбуз. В Беларуси последнее, что мы видели на арбузы, мы еще не покупали. Вот еще растут арбузы. У нас 50 рублей за килограмм примерно. Реж hazarded до вас. Пока! Получается на районе. Да, как-то еще растут. Продолжение следует...